Привет, это Марк Бартон, я рад, что вы смотрите это видео. Сегодня мы затронем очень интересную тему. Назвал я ее «Тур для дур». Не для того, чтобы обидеть кого-то из вас, не для того, чтобы кого-то из вас оскорбить. Вы, конечно, можете сказать, Марк, вы же психолог, как вы можете вообще такие видео выкладывать с таким названием, вы же должны лечить и души человеческие. Я готов лечить души человеческие, когда эта душа готова к этому, когда эта душа сама хочет, чтобы ее лечили. А заставлять кого-то любить себя, ценить себя я не собираюсь. О чем это видео, о ком это видео, я вам сейчас расскажу. Прежде чем перейдем к разбору, я предлагаю вам сразу после просмотра этого ролика пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Это онлайн-программа, можно принимать участие из любой точки мира. Главное, чтобы у вас был интернет. Ссылка на регистрацию находится под этим видео в описании. Поэтому, как только закончите просмотр, переходите и регистрируйтесь. О ком идет речь? О ком я говорю, называя видео «Тур для дур»? Здесь есть несколько категорий женщин. Первая категория – это любовницы, которые находятся в отношениях с женатыми мужчинами. На протяжении полугода, месяцев, а может быть нескольких лет, а на моей практике были случаи, когда женщина и 27 лет была любовницей, так и не дождалась своего суженого и ряженого. Он не женился на ней, состарился и умер, потому что не успел убежать от своей сучки жены, которая, как он объяснял и рассказывал, испортила ему всю жизнь. Но, по крайней мере, он с ней всю жизнь не прожил. Так вот, все, что касается любовниц, тех женщин, которые находятся в отношениях с женатыми мужчинами, в коем случае вас не обвиняю, не позволяю себе и не позволю себе сказать, что вы какие-то аморальные, бессовестные, что вам нужно гореть в аду. Нет, я этого делать не буду. Все это произносят жены тех мужей, с которыми вы спите. Может быть, они так думают, а может быть, вселенные сообщают эти новости. Я все-таки хочу, чтобы вы наконец-таки поняли и осознали, что ваш мужчина, с которым вы спите, уже давным-давно принял решение, что вы ему не нужны, а вы для него удобны. Для того, чтобы вы расслабились и не пытались напрягаться в своих рассуждениях о том, что рано или поздно он уйдет из семьи, я скажу о том, что всего 2% мужчин, которые изменяют своим женам с любовницами, уходят из семьи и создают семью со своей любовницей. При этом, создав семью, большая часть этих семей спустя какое-то время также распадается. Потому что привычка быть в нездоровых отношениях, она настолько уже укоренилась в вашем сознании, что когда вы начинаете взаимодействовать с мужчиной тет-а-тет в открытых отношениях, и он к этому не готов, и вы, как оказывается, к этому не готовы. Что же с вами делает мужчина? Давайте будем честными, исправляет свою нужду. Вы очень удобное средство для того, чтобы снять стресс, уйти от каких-то навязчивых мыслей, повысить свою самооценку, почувствовать свою значимость. Вы очень прекрасное средство для утешения, для снятия усталости и напряжения, не только эмоционального, но еще и физического. Поэтому не обманывайте себя. Если вы считаете, что отношения с женатым мужчиной завязаны на любви, то я могу вам сказать так. Любовь побуждает мужчину к великим поступкам и делам. Любовь всегда пробуждает в мужчине силу духа, силу воли, силу решительности. Когда мужчина любит, у него нет никаких преград. И его ворчливая жена, его неподросшие дети не являются причиной, которая могла бы его остановить на пути к вам. То есть мужчина, который полюбил, мужчина, который любит, он всегда находится с той женщиной, которую он любит. Если ваш любовник не с вами, значит вы ему не нужны. Вами будут пользоваться дальше. Ну, возможно, вам это неприятно слышать, но вас скрывают, как дырку на носке. У меня была такая ситуация, я в подростковом возрасте порвал свой носочек, когда шел в гости, случайным образом увидел дырку, когда снял кроссовки, и незаметненько, оттянув носок, подмял его под стопу и ходил так немножечко ногу приволачивая, чтобы он не выпался оттуда вновь. Вот примерно в такой позиции вы живете со своим мужчиной и в отношениях со своим мужчиной. Вы зависимы от него эмоционально, вы зависимы от него гормонально. Ваша жизнь вообще, в принципе, в его руках. Он как кукловод управляет вами, все, что хочет, то и делает. Вы, конечно, опять можете сказать, да что ты знаешь, у нас уникальная ситуация, особенно не уникальная и не особенная. Ваш мужчина нашел себе удобное средство для удовлетворения своих потребностей. И пользуясь тем, что вы доверчивая и наивная, а более скажу, пользуясь тем, что у вас отсутствует самоуважение, отсутствует самооценка, он прекрасно расположился в вашем пространстве. Вы сейчас скажете, у меня здоровая самооценка, ну давайте не будем спорить, вам очень выгодны эти отношения, потому что если ваш мужчина уйдет из семьи, ваша самооценка возрастет, конкурентная борьба с его женой в вашу пользу. А если не уйдет и бросит вас, например, то это бросил он не потому, что я плохая, а потому что он хороший человек, хороший семьянин. И многие любовницы действительно не могут закончить эти отношения не потому, что они якобы любят любовника, а потому что они боятся признаться себе в том, что они никто для этого мужчины. Это видео очень болезненно для вас, я не спорю, но я знаю, как вам помочь и помогаю тысячам женщин с подобными проблемами. И именно поэтому я назвал свое видео «Тур для дур», потому что главный туроператор – это ваш безответственный мужчина, у которого есть жена, семья, возможно, и дети, и который тайно встречается с вами. Это насколько нужно не уважать себя для того, чтобы встречаться со своей женщиной тайно, скрывать свои чувства, которых на самом деле и нет. Там есть желание удовлетворить свою потребность. Это то же самое, что купить себе Бенкли и парковать его, жить на Кутузовском проспекте, а парковать его где-то в Бутово, либо в Чертаново за старым ржавым гаражом. И когда весь город засыпает, тихонько под заборами прокрадываться к своему Бенкли, садиться в него, посидеть, погладить за руль, потрогать там, кружок мотануть вокруг этого ржавого гаража и вернуться к себе домой. Когда женщина ценна для мужчины, он всегда с ней. Вы никакой ценности для него не представляете. Поэтому ваш туроператор, женатый мужик, отправил вас в тур для дур. Этот тур будет длиться бесконечно. Вам кажется, что там все включено, там нифига не включено. Вы там тратите свое время, уничтожаете свою женственность, делаете все возможное, чтобы обрести какие-либо болячки, потому что рано или поздно начнет работать психосоматика, а вы будете думать, что это его жена на вас порчу навела. На самом деле нет, это вы на себя навели какую-то гадость через постоянный стресс и мысли о своем женатом мужике. Поэтому делайте для себя выводы и принимайте решения. Это еще не все. В этот тур для дур попала еще одна категория женщин. Это женщины, которые находятся в сожительстве с мужчинами. Они живут с ними год, два, три, пять, а кто-то десять лет, но при этом не являются женами официальными. Мы сейчас не будем рассуждать о том, что печать в паспорте ни на что не влияет. Это все рассуждение малоинтеллектуальных людей. Печать в паспорте влияет на очень многое. Для того, чтобы осознать на что она влияет, нужно читать книги, изучать окружающий вокруг себя мир и хоть маломальски понимать, из чего состоит женщина, как устроена ее психика, как устроена ее самооценка, половая система, репродуктивная система, нервная система и все остальное. То есть такая информация, она в принципе должна обсуждаться людьми, которые что-то понимают в этом. А когда какой-то придурок, для которого удобно быть в отношениях с женщиной, без печати в паспорте, и говорит, что печать в паспорте не главное, тогда что главное? Что главное? Так вот, женщина-сожитель, которая находится в отношениях с мужчиной, она в принципе уже жена. Она в принципе выполняет все функции жены. Только тот самый мужик, с которым она живет, он не является для нее мужем. Ему также это удобно. Задайте своему мужчине вопрос, почему ты на мне не женишься. Вы услышите массу оправданий. Еще не время, нам надо лучше друг друга узнать. Блядь, чего узнать-то? Что узнать лучше? Ты думаешь, спустя три года совместной жизни ты проснешься и видишь возле себя не женщину, а какого-то киборга. Или в очередной раз занимаясь сексом, ты поймешь, что она не женщина, а мужик. К чему нужно еще присмотреться? Вы настолько примитивны, что вы не договоритесь, как действовать в быту. Вы же все это время как-то взаимодействовали. О чем речь идет? О том, что женщина, которая идет с мужчиной в сожительство, она сдает себя в аренду. В краткосрочную, в долгосрочную. Здесь, знаете, очень многие девушки пишут мне, я это постоянно слышу, это даже не вопрос, а комментарий такой. Вот Лобковский сказал, что, мы смотрели его видео, он говорит, вы встретились, повстречались, поживите друг с другом, чтобы понять, что вы можете быть там на одной волне, и все у вас хорошо, и все здорово, а потом женитесь. А если вы поймете, что вы не на одной волне, завтра придет другой человек, что предлагаете жить с разными мужчинами, с одним пожила, с другим, с третьим, с пятым, с двадцатым, послушайте, давайте мы задумаемся над тем, что женщина устроена удивительнейшим образом. И каждый раз, когда она ложится к мужчине в постель, весь ее организм перестраивается в единое целое, взаимодействуя с мужчиной на одной волне. Это относится и к ее психике, и к ее гормональной системе, и к нервной системе, и к репродуктивной системе. У женщины, даже у многих женщин, да и у мужчин в том числе, даже форма черепа может меняться в отношениях с мужчиной. Люди даже становятся друг на друга похожи немножечко. У них начинает вырабатываться единая микрофлора. То есть там происходят удивительные биохимические процессы. О чем это говорит? Женщина – это не средство для удовлетворения мужских потребностей. Это безответственным, закомплексованным мужикам выгодно, чтобы рядом с ними находилась женщина удобная, которая будет обстирывать, обглаживать, удовлетворять сексуально, хранить верность какому-то мужичку неуверенному в себе. Поэтому не слушайте никаких психологов, поживите, пусть попробуют, вы попробуете. Вы что, велосипед, который в аренду взяли, коньки в парке Горького, что на вас можно покататься, отдать обратно в пункт проката. Вы женщина, у которой есть самоценность, самоуважение, душа, тело, разум, интеллект, есть чувство собственного достоинства. Для того, чтобы быть с вами, нужно заслужить это право. Не потому, что вы фифа, королева, спустилась с небеса, должна здесь мужиками перебирать. Не потому, а для того, чтобы рядом с вами был достойный мужчина. А когда вы прыгаете от одного к другому, когда вы пожив с одним год, потом с другим, с третьим, с пятым, с двадцатым, обнаруживаете в конечном итоге какие-то расстройства личности, неврозы, панические атаки, ходите к психологам, становитесь на учет в психиатрию, когда у вас начинаются проблемы со здоровьем, бесплодие, онкология, хронические заболевания, с эндокринной системой что-то. Вы что думаете, это просто так происходит? От того, что вы такая вся, случайно подхватили эту гадость? Да нет! Нет и еще раз нет. Это происходит по одной простой причине. От того, что вы впускаете в свою жизнь отрицательную энергию, низковибрационную энергию, которая транслируется безответственными мужчинами. Вы действуете на этих низких вибрациях, пытаетесь этого мужика вытянуть, женить его на себе, увезти из семьи, чтобы он стал вашим. Это все разрушительные программы. И давайте мы не будем забывать, вначале было слово, и слово было у Бога. Наши слова, все, что мы говорим, все, что мы транслируем, влияют на наше ДНК. То есть наша речь способна вносить изменения в структуру ДНК. Почему говорят, говорит человеку, что там он свинья, он станет свиньей? Потому что слово каждого человека, речевой код, имеет неимоверную силу. А где вы находитесь? Вы находитесь в атмосфере, где вы не слышите от мужчины своего. Неподчеркивание значимости. Вы не осознаете и не слышите от него, насколько вы важны для него, кто вы для него, как вас сильно любят. Вы слышите только какую-то отрицательную программу. Отрицательную, которая вас не устраивает. Одна ждет, что мужчина уйдет из семьи и женится на ней. Вторая ждет, что мужик наконец-таки решит жениться на ней, потому что она заслужит. Может быть, хватит заслуживать любовь? Женщина не должна этого заслуживать. Потом вы задаете вопросы. Морг достойных мужчин не осталось, где их найти? Так откуда они появляются, эти недостойные мужчины? Откуда появляются эти закомплексованные мальчики, которые не способны быть в отношениях полноценных женщин? Это результат вашего поведения. Это сначала мама, которая вытирала ему сопли постоянно и бегала вокруг него, боялась, что он там застудит себе попку. Потом вы подхватили удобненькое для него. С одной стороны, секс хочешь? Вот тебе секс. Пироженка? Вот тебе пироженка. Заболел мой котик. Ой-тью-тью-тью. Слушайте, вы мужикам позволяете быть большими взрослыми детьми. Потом они сидят в танчике, пилят днем и ночью, встречаются со своими друзьями, в гаражах набухиваются, блюют или проституток снимают. То есть вы позволяете своим мужчинам продолжать быть детьми, только играть уже в такие взрослые игрушки. Для чего? Если вы хотите, чтобы возле вас был достойный человек, обождите себя сами достойно. Наберитесь, соберитесь с мыслями. Задайте себе честный вопрос. Сколько я еще буду ждать, пока мой мужчина вдруг решит, что он уйдет из семьи? Я сразу скажу, не уйдет он из семьи. Сколько вам еще ждать, пока ваш мужчина женится? Я сразу вам скажу, он не собирается жениться. Его все устраивает. Чем отличается его положение в данный период времени от того времени, когда он станет вашим мужем? Ничем не отличается. Ничем. Вы просто занимаетесь самоуничтожением. Поэтому, если вы понимаете, что этот тур для вас, и вы являетесь участницей этого тура, задумайтесь. Задумайтесь и примите решение изменить ситуацию. Не можете сами, идите в индивидуальную терапию к психологу. Не хотите идти в индивидуальную, идите в групповую. Не хотите в групповую, проходите мои онлайн программы. Я приглашаю вас. Под этим видео есть ссылка на бесплатный онлайн курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Регистрируйтесь. Там масса полезной информации. Как раз таки и для тех женщин, которые и в отношениях с женатыми мужчинами, и для тех женщин, которые находятся в сожительстве. Я еще раз хочу сказать о том, что названием этого видео никого из вас я не хотел обидеть и оскорбить. Поэтому вы взрослые люди и должны все прекрасно понимать. Увидимся с вами в ближайшее время. Всем всего хорошего. Любите себя. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok